Привет дорогие друзья, с вами Денис. Я нахожусь сегодня не в городе Таллине, а на его юго-восточной окраине, а именно в поселок Петри. Поселок Петри расположился уютно примерно в одном километре от Таллинского аэропорта. И что можно о нем сказать, поселок построен сравнительно недавно в таком вот архитектурном ключе, можно так сказать, современная архитектура. Дело в том, что он существовал очень давно, этот поселок, но застройка основная началась примерно чуть более 10 лет назад. Чуть более 10 лет назад начали возникать великолепные дома частного сектора, а также двух- и трехэтажные многоквартирные дома, можно так сказать. Вот, кстати, я нахожусь рядом со школой поселка Петри. Здесь расположен стадион с искусственным покрытием. А вообще школа была построена в 2009 году. Вот, вот тут вот приветствует и приглашают посетить, значит, в том числе бассейн. Друзья, школа выглядит достаточно интересно. Дело в том, что здесь своеобразная архитектура. На вид так может показаться как будто под цвет ржавчины. Вот такой цвет ржавчины. Сейчас модная тенденция такая в строительстве школа у нас в Эстонии. И эта школа, друзья, очень похожа не только, она не уникальна со своим цветом. Дело в том, что, будучи на северо-восточной окраине города Таллина в поселке Вимси, ну, я видел примерно ту же самую школу. Примерно тоже такого же модного ржавого цвета. Школа достаточно, конечно же, симпатичная. Ну вот, гуляю я тут рядом с этой школой. На часах 2 часа 19 минут. Я вам рассказываю, что же я вижу перед собой. И зачитываю информацию о событиях в Эстонии. Здесь рядом со школой расположился детский садик. Тоже модного ржавого цвета. А также симпатичная елочка. Друзья, хотелось бы сообщить вам следующую информацию. Ну вот, как известно, санкции тут у нас между Евросоюзом и Россией. Евросоюз недавно продлил санкции в отношении режима Владимира Путина. Продлил их на полгода. До 15 марта следующего 2019 года. Продлил он эти санкции. Ну а Россия, в свою очередь, имеет санкции, контрсанкции вводит в отношении Евросоюза. И как же выглядят эти контрсанкции? Дело в том, что запрещено сейчас поставлять массово эстонские продукты, такие как сыр и некоторые мясные продукты. Но они, друзья, пользуются очень достаточно в связи с этим запретом, хорошим спросом на территории Российской Федерации. Эстонские продукты, сыр и мясные изделия. Вот. И в связи с тем, что они пользуются спросом, друзья, процветает некоторое такое полулегальное, полулегальный, как бы так можно сказать, завоз этих сыров и колбас и мясных изделий в Россию. Как это происходит? Это происходит с помощью нескольких сотен безработных жителей Нарвы, которые, живя в этом приграничном городе, недалеко от Ивангорода, путешествуют по нескольку раз в день через приграничный мост и проносят сумки. Сумки с сырами и прочими мясными деликатесами, произведенными. А в Эстонии и пользующиеся спросом, как правило, у жителей города Санкт-Петербурга. То есть, проносить можно на территорию России в сумке до 5 килограммов продукта. Это разрешено. И вот эти так называемые безработные норвитяне проносят эти самые сыры, а потом сдают их специальным перекупщикам, как правило, жителям с российским паспортом, жителям России, которые, в свою очередь, отвозят на автомобилях эти сыры в Петербург и продают их там в маленьких магазинчиках. В маленьких магазинчиках, то есть, недостаточно так это все легально выглядит, схема, но спрос рождает предложение и бизнес пользуется, по данным эстонского телевидения, высокой популярностью. Вот такая, друзья, у меня тут информация для вас из достаточно молодого поселка Петри, что расположен в юго-восточной окраине города Таллина. Ну да ладно, пускай, как говорится, снабжают Россию. Видимо, в этих маленьких санкт-петербургских магазинчиках кто-то заказывает эти продукты из Эстонии и как бы из-под полы получает. Видимо, такая схема. Ну, что здесь можно сказать? Раз получают, значит, им это надо. Значит, они заинтересованы в эстонском продукте. Далее, друзья, значит, хочется упомянуть тот факт, что количество вакансий на рынке труда в Эстонии неуклонно увеличивается. И, как сказал один из представителей, один из представителей кассы по безработице Эстонии, на данный момент количество вакансий и предложений о работе достигло такого высокого уровня, которого ранее еще в Эстонии не было. Кто же больше всего требуется на работу? Больше всего вакансий для программистов, для руководителей на стройку. Также требуется очень достаточно сильно повара. И кроме поваров еще требуется очень достаточно сильно водители грузовых автомобилей. Предложений более чем достаточно, друзья. По всей Эстонии, не только в городе Таллине. Естественно, в городе Таллине этих предложений намного больше. Но даже, как заверяют представители кассы по безработице Эстонии, даже в других регионах есть предложения по работе. достаточно существенно. И, друзья, в связи с этим, что можно сказать? Что же сказал один из чиновников этой кассы по безработице, я вам, друзья, сейчас зачитаю. Он сказал, так много предложений о работе, как сейчас, никогда не было. К нам даже обратился один из работодателей и говорит, я подал вам объявление о найме работников, но мне никто не позвонил. Почему мне никто не позвонил? Дело в том, что я плачу 8 евро в час, говорит он, и никто не заинтересовался такой вакансией. То есть, не только за 500 евро в месяц минималку в Эстонии не хотят работать, но даже за 8 евро в час трудно работодателю нанять работников в Эстонии. Вот такая у нас тут ситуация по стране. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Денис из поселка Петри. Всем добра. До новых встреч.